Друзья, всем привет! Меня зовут Роман, я агроном хатунского питомника и сегодня хочу рассказать вам о абрикосе Триумф Севера. Триумф Севера действительно заслуживает своего названия, потому что это один из наиболее зимостойких сортов для средней полосы России. При этом у него достаточно крупные плоды, хорошего вкуса. На дереве есть такие вот уже почти созревшие плоды и вот такие есть зеленые тоже плоды, еще не созревшие совсем. То есть у этого сорта созревание не одновременное. Как определить сроки съема плодов, сейчас я вам покажу. Этот сорт получен в Воронежской области от скрещивания абрикоса краснощекового, южного абрикоса с хорошим качеством плодов и забайкальского зимостойкого абрикоса. В результате у него есть и зимостойкость, и хорошее качество плодов. Но знаете, друзья, в Московской области зимостойких полностью абрикосов не бывает, потому что у нас очень нестабильная погода в Московской области. В январе может быть как минус 30, так и плюс 10. В результате абрикосы подмерзают. Они такую погоду не любят. Наоборот, даже для абрикоса гораздо лучше, когда минус 30, чем плюс 10. Если бы у нас стояла погода минус 20-15 всю зиму, а потом в мае резко пришло бы тепло, то для абрикоса это очень хорошо. Но у нас такое бывает редко, чаще у нас то вот теперь то мороз, то вот теперь опять мороз. А так как абрикос, он родом из Киргизии, в Киргизии дикие виды, ну и культурный абрикос, там континентальный климат, он стабильный, то есть зима, там мороз, а лето, соответственно, тепло, весна, дожди идут. И, кстати, вот этот момент с дождями, то, что у нас осенью дожди выпадают, это тоже плохо для плодовых культур, потому что в континентальном климате именно к осени уже наступает засуха, и засуха есть сигнал для того, чтобы деревья готовились к зимовке. Ну, плодовые деревья, они вообще происхождение свое ведут из Дальнего Востока, из Китая, а там зима, это, прежде всего, засуха, а не снижение температуры. И так у них с древних времен и осталось у плодовых абрикоса и у яблони, у груши, в принципе. Итак, друзья, давайте перейдем к абрикосу. Значит, абрикос этот достаточно крупный, у него где-то 50 грамм плоды, 40. Конечно, в зависимости от нагрузки, могут быть и помельче. Устойчивость к заболеваниям у этого сорта хорошая. Манилиозом поражается. Вот здесь, видите, тоже есть такая пораженная часть ветки. Но для абрикоса, в принципе, это не критично, потому что омолаживать древесину нужно у него. Эта культура сильно рослая. Нужно обрезать ветки регулярно и на новых молодых ветках получать урожай. Урожай дает абрикос у нас в Московской области не часто. Где-то один раз в три года, в зависимости от участка. На плохих участках с грунтовыми водами, на холодных участках, возле рек, возле ручьев, возле низин каких-то, где скапывается холодный воздух, абрикос лучше вообще не сажать. Абрикос сажают только на теплых, очень хороших участках на юге, скорее всего, в Московской области. Потому что в севернее везде климаты будут плохо подходить для абрикоса. Но я знаю, что и во Владимирской области выращивают на возвышенностях, и в севернее тоже выращивают абрикосы. Это уже зависит от того, как садовод ухаживает за деревьями абрикоса. Итак, друзья, самый главный вопрос этого видео, когда снимать абрикосы? Не нужно никогда ждать, что абрикос пожелтеет, станет мягким на дереве, и потом его снимать, и сразу есть с дерева. Вот, абрикос висит, подошли, немножко вот так пошатали, видите, он уже оторвался. Все, это значит, пора его снимать. И есть его сейчас нельзя, он еще не созревший полностью. Ему нужно полежать дня три-четыре. Вот, немножко пошатали, он оторвался. Также не нужно ждать, пока они оторвутся и на землю упадут, побьются. Нужно их вот так снимать, когда они еле-еле держатся. Вот видите, вот этот покрепче держится, можно оставить. Вот этот вот видно хорошо, уже созревший. Немножко его повернули, и он сам оторвался. Потом складываем эти абрикосики в посуду какую-нибудь. Вот этот крепко держится, видите, прямо сразу видно, что он еще не готов. Вот этот снимается. Складываем потом вот такие вот контейнеры. Ну, любую посуду, конечно же. И они там уже лежат в контейнере и дозариваются дня три-четыре, может быть, даже пять. На подоконнике, в тепле. Потом, пожалуйста, они уже набирают свой вкус. Можно их пробовать. А вот это вот, друзья, я снял заранее абрикосики, чтобы вам показать, какая у них мякоть, какой вкус. Здесь вот три круглых. Это триумф севера. И два саратовские рубины. Вот, саратовский рубин и триумф севера наглядно. Давайте покраснее возьму. Вот. Давайте попробуем сейчас его разломать. Вот такая вот приятная на вид. И на вкус мякоть очень сочная. Триумф севера. А саратовский рубин, он еще не созрел. Я его не буду ломать. Ядро у триумфа северного тоже съедобное. Можно косточки разбивать и есть. В рубину, по-моему, тоже. Но мы, конечно, не будем их есть. Мы их посеем. Потому что этот триумф северный я опылял рубином для того, чтобы получить новый сорт абрикосов. Давайте попробуем. Ну, вкус очень хороший. Сладкая мякоть, сочная, приятная. Триумф севера. Очень достойный абрикос для Московской области. Тем более, что у нас не такой большой выбор. И не так часто бывают урожаи абрикосов. Ну, вот и все, друзья. Буду сейчас собирать абрикосики, какие созрели. Ну, а вы подписывайтесь на наш канал. Смотрите видео. Потому что сейчас еще буду снимать про лычу, найдену, царскую, другие сорта. Потом про яблоки. Потом еще будут дегустации. В общем, будет интересно. Также вы можете еще в нашу группу записаться в Телеграм. Там иногда тоже оперативно я выкладываю фотографии, отвечаю на вопросы. Ну, и по триумфу, если у вас будут вопросы, конечно же, задавайте в комментариях, ставьте лайки нашему видео. На все вопросы я отвечу. На все вопросы можно всегда найти ответ. На этом все, друзья. Всем пока. До встречи на нашем канале.